Всем привет, вы слышите Алексея Халецкого, и это продолжение партии за Англию, Сидмерс Цивилизейшн 6, ФФА на восьмерых, Монополии и Корпорации. Если вы случайно наткнулись на это видео, то лучше перейти к первой серии, ссылка есть в описании, либо в прикрепленном комментарии, всегда лучше смотреть с самого начала. Ну а спонсоры канала все серии видят сразу во вкладке сообщества, большое спасибо им за поддержку и вам всем приятного продолжения просмотра. Там я бы зарабатывал 150 штук в среднем. Как же массажист? Нет, там не массажист, там в центре именно. 50 тысяч рублей в день. 150 тысяч в месяц. Это особо, где-то около двух тысяч. Тяжело сориентировать, не зная курса. Ну, вроде 75, нет? 75. 75 на 2, 150. Ну, 75 тысячи, это получается 1000 долларов, ну да, получается. Нормально. Для России, наверное, нормально, да? Для России, по-моему, это вообще бомба. Как для Украины, так и для Белона. Ну, дело в том, что это ковидный центр, и он будет три месяца работать. Ну и заработал бы. Че? Ну, я сейчас работаю, у меня 120 в среднем зарплате. При этом я могу позволить себе на работе поспать, почилить. Не, нормально. Не, ему с шива намыла нет смысла менять. Так, наверное, надо отложить на... Типа, взять себе полторы смены зарабатывать 200 штук, но при этом мне нужно будет снимать жилье и тому подобное. То есть, я сейчас живу на халяву. То есть, я, по сути, чистый у меня есть 120. Да что он их объединяет-то? Ну, такая, а начальство это, типа, сказать вот так. Смотрите, я имею 120 жилье на халяву, вы мне появляете 150 и что-то там оплачивать. Давайте вот 150, и вы мне оплачиваете жилье по такому. Нет, так не про Канай. Хотел бы, ну, если она держится здесь. Ты где живешь? Ты же в Америке. Там, наверное, люди так не общаются с руководством. Правильно? Ну. Если все предлагают работу, ты, как бы, говоришь, на каких условиях ты на нее готов? Я, на самом деле, могу иметь и 70 штук, зависит от загрузки от Эля. А ты, Кир, ты где живешь? В России или в Беларуси? В России. В России. Я просто боюсь, что так в России с работодателем никто не разговаривает. Я сам. Поэтому я не думаю, что можно какие-то права покачать. Просто будешь уволен нахрен, да и все. Не, в смысле, ты ему уж предлагают работу. Если будут уволены, ему же предлагают. Ну, еще, я делаю, что предлагают на 3 месяца и говорит, что вот мне предлагают руководство. Такой, если бы. Да, блин, опять-таки. Если это предложение, да, тогда можно поторговаться. А если ты уже работаешь, то, наверное, не особо. О, 50-х. Тебя вообще не слышно. Не за мне, вам всего его не слышно? Ну да, он в родной сбоку. Алло, слышно меня? Теперь нормально. Я говорю, Алексей, поведай, пожалуйста, эту душесчипательную историю. Как жизнь тебя снила с таким полностью антиподом с человеком по фамилии Хованский? Да как, цивилизация? Чего? Это Мэдисон написал, говорит, давай в ЦИУ сыграем. И сидели, играли в ЦИУ. Вот и все. Он мне не друг, ты понимаешь? Он мне не друг. Но я считаю, вот в моем представлении о мире, грубо говоря, люди с общими интересами, они ближе, чем люди, ну не знаю, ругающиеся матом, не ругая. То есть человек, которому интересны пошаговые стратегии, он, очевидно, по какому-то мышлению и общему состоянию будет мне ближе, чем человек, который любит экшен-игры и, я не знаю, там, читать билетристику. А я люблю читать научную фантастику. Поэтому, какой бы Хованский ни был мудак в том, что он делает, это, знаешь, вот ощущение, что он чем-то тебе близок в любом случае. И когда вы с человеком так поступают, как сделали с ним, ну это, ну, нездорово. Просто другое дело, если бы это был какой-то незнакомый мне человек, это как-то так. Вот я бы ничего не говорил. А здесь человек, который, ну, можно сказать, из нашего комьюнити. И вот его берут, так вот его квартиру выставляют, его сажают на два месяца, ему грозит там пять лет и какой-то штраф дикий. За что? Вот просто за что? И мне пишут в комментариях, а вот если бы твоя семья погибла в Норд-Осте, он бы пел эти песни, ты бы по-другому к этому относился? Да, наверное, я бы по-другому относился. Но это не меняет неадекватности просто происходящего. Вот сейчас, опять, сегодня я смотрел Соловьёв вот этого Идрак Мирзаде, не помню, как этого комика, который, ну, комедий он, в этой передаче «Разгоны» сказал про то, что русские срут на матрасы, обмазывают их говно. Ну, короче, очередная тупая шутка. Всё, на человека уже на улицы нападают, понимаешь? То есть, ну, это нормальное вообще общество. То есть, у вас во все дыры просто имеют власть придержащие, не дают вам жить свободно, и из вас последние соки просто тянут, но натравливают вас постоянно на каких-то, блин, блаженных, понимаешь, которые ничего в ответ сделать не могут, и они делают ещё. То есть, они просто ничего не делают, и вас на них натравливают, и вы с радостью просто всю свою злость на них вымещаете. Всё, я закончил. Слушай, я вообще из Украины. Ну да, кстати, Украина в этом плане намного свободнее. Просто это, господи, я помню это время, когда мы говорим, вот украинцы, блин, опять им не хрен делать, свой Майдан проводят. Вот сейчас белорусы такие, знаешь, на это всё смотрят и думают, господи, какие украинцы... О чём мы думали вообще тогда, понимаешь? А русским это ещё предстоит, у них ещё впереди вот это всё озарение. Странно, что ничем не закончились летние протесты. Они продолжаются. Вы просто не знаете, вы живёте в России, вам то, что говорят, вы этому верите, вы даже не понимаете, что на самом деле происходит, потому что вам об этом не рассказывают. Потому что если вам будут об этом рассказывать, у вас тоже захочется что-то подобное делать. В Беларуси всё происходит по менталитету. Всё нормально, всё путём. Сейчас постоянные ЖКХ проблемы. Там сломается, тут затопит, тут что-то произойдёт. Сейчас ввели огромнейшие просто санкции против всех друзей. Даже какой-то там... Как его Михаил, я забыл из этого, даже уволился из РУС, как его там... Короче, затронуло всех друзей Лукашенко, даже которые в России находятся. До того дошло, что там из российских компаний они увольняются, чтобы российских компаний санкции никак не касались, которые их касаются. Беларусы очень... Беларусы тормоза, короче, я так тебе скажу. Тормоза, которые не лезут в бойки. Как-то по-русски-то на рожон не лезут, понимаете, чтобы их не избивали. Люди на болоте. Но после того, что Александр Григорьевич сделал, никто уже ни на работу нормально не ходит. Не выполняет его какие-то указивки дебильные. Это вопрос времени только остался на самом деле. Другое дело, что это время может быть очень долгим. Года два, три. Но то, что просто вся страна не хочет ничего делать, что он говорит, это просто очевидно. Плюс еще работает и все эти... И Тихановская там проводит... Ну, блин, к этой бедной, конечно, Тихановской столько внимания. Хотя, на самом деле, она, конечно, никакой не лидер. По-хорошему. Леша, ты только не проходил, да? Да, извините, у меня тут, видишь, спич прошел. Подсадили, как всегда. Спичу и штанг. Ну, никто что не против. Страшно слово вставить, на самом деле. У меня плохо слышно, да? Сейчас нормально, нормально. Леша, я третий раз поэта повторюсь. Я из Украины. Не называй меня россиянин. Ну, в смысле, не причисляй. Можно это называть, мне это ухо не реже. Ну, слушай, я все равно ко всему этому отношусь, как мы, типа, братские народы, в любом случае. Мы друг на друга влияем. И, ну, например, сейчас в России чекисты, которые делают все, чтобы ни в Украине, ни в Беларуси не получилось. Поэтому, по-хорошему, нам бы хотеть, чтобы в России тоже что-то изменилось, и тогда и в Украине с Беларусью будет хорошо. Все равно это как старший сосед, старший брат, у которого тоже проблемы сейчас. Ну, это вспомнилось, когда 9 августа начали сравнивать в Украине. Ну, и события, говорящие в Украине. Это совсем к другому же было. Ну, да. Но дело в том, что Лукашенко заранее готовился к этому, в отличие от Порошенко. Да, я, ну, Янукович, я говорил, что Лукашенко никогда в жизни не отдаст власть просто так. Но это вопрос к лидерам нашей оппозиции. Я не знаю, что я ездил не по народу, а именно по ОМОНовцам. Да, конечно. Потому что это типичный неофеодализм Лукашенко, неофеодал, который просто... А его вот эти ОМОНовцы там или министры, это феодалы, которые ему вассальную присягу принесли. Потому что тут ничего нету, даже близко с законностью. Или какой-то демократии, или какой-то... Это типичный неофеодализм. То же самое касается и Путина. Там, причем тут законы какие-то. Путин, как пахан, сверху сидит. Есть феодалы, которому приносят вассальную присягу. И они остаются на своих местах и ведут Россию к светлому будущему. А есть холопы, которым вбрасывают темы про Великую Отечественную войну, в которой мы победили. Как вообще это к нам всем относится, Господи? Ну хорошо, у меня деды воевали. Почему? Я тут при чем вообще? Вот у меня оба деда воевали. Я-то что сделал? Я что сделал в стране? Почему вы... Никто не думает о том, что вы сделали в своей жизни. Чему... Вот почему вы гордитесь тем, что сделали через поколение? Даже не прошлое, через поколение. Чему вы гордитесь? Вы-то ничего не сделали. Причем тут деды, блин, ваши? И что, они воевали ради того, чтобы вас дубинками разгоняли на митингах? Охренеть. Кайф. Удачи. И мне, блин, в комментариях приходят люди, пишут просто, ты нифига не понимаешь, ты в политике ноль, ты сначала начни там, что ты в политику лезешь. Причем тут понимаешь, не понимаешь? Ну, просто вы как рабы, вот это, ну, блин, это... Украинцы вот хотя бы смогли. То, что у них с экономикой проблемы, это другая проблема. Это вообще не связано друг с другом. То, что у вас крепкие хозяйственники экономику подняли, зашибись. Зато вытирают об вас ноги, как только. Ну, нравится вам этот кайф? Что? Так и скажите об этом. Я хочу быть рабом с хорошей экономикой. Ну, тогда вопросов нету. Ну, вы же говорите, что... Вы говорите, что там какие-то хозяйственники подняли экономику. У нас сейчас минималка в Украине выше, чем минималка в России, без каких-либо природных ископаемых. Я не знаю вообще, почему сравнивать Украину, Россию и Беларусь. Вы сравните с Прибалтикой. В Прибалтике в Литве живет 3 миллиона, в Латвии 2 миллиона, а почему-то уровень жизни выше в несколько раз. Как так произошло? Нет, там все понятно. Я не говорю, что... Мне непонятно как. А как это? Вот мне непонятно. Ну, там же страны проевропейские. Сменяемость власти, демократия, законы работают. Что там непонятно? Ну, вот как это? Почему в огромной стране России, где, блин, миллион природных богатств, где ты просто продавай природные богатства, как делают, например, Саудовская Аравия или там какой-нибудь Объединенные Арабские Эмираты, создавай инфраструктуру и живи? Я даже не говорю про демократию, например, потому что я сейчас перечислил авторитарные режимы, там, собственно, султанаты, кто там. Там не демократия тоже. Ну, у Дубая хорошие шейхи. Когда у нас был авторитарный режим, нормально было, в принципе. Нет, просто я не могу понять, почему у людей такое стремление к сильной руке. Вот чувак сидит, Лукашенко 26 лет сидел, Путин сидит 21 год, да, получается. Им уже не на кого сваливать все ошибки, которые происходят. Все равно это продолжается, все равно находят каких-то врагов, там, пятую колонну, блогеров хованских, понимаешь? Вот именно потому, что он спел песню про Норд-Ост, вот такие у нас проблемы. Из-за этого и случился Норд-Ост. Я просто не понимаю, как люди вот это внимают, думают, вот сволочь какая поет песню, вот надо его быстрее закрыть, чтобы он сидел. У вас куча денег воруют, вам инфраструктуру, у вас, блин, на две недели горячую воду отключают. Столько всего. Почему вас волнует какой-то, блин, шепелявый видеоблогер? Как это вообще происходит? Как это у людей мозги промываются таким образом? Вам рассказывают, блогер Хованский спел песню про Норд-Ост. Почему вы говорите, почему вы не начинаете возмущаться, что вы нам несете, блин? Постройте нам дорогу нормальную, во дворе сделайте, какого хера этого никто не сделал. Почему мы выбираем, ну, не знаю, кто там в России префектура этим занимается, какое там районное управо? Почему мы не можем назначить нормального человека, который нам этого сделает? Где этот человек? Давайте сменим другого человека, поставим. Почему все обсуждают какого-то Хованского долбаного? Ну, как это работает? Я просто, я возмущаюсь, потому что у меня пример, вот, опять же, я сижу в США, да, у меня постоянно, вот у меня не было, например, я в Беларуси жил там на площади Бангалор в Минске, потом в Заславле жил, я никаких местных новостей в принципе не получал. У меня новости по Беларуси, там Лукашенко съездил, посмотрел, как обосралась корова всех построил, в Бресте там покрасили к дожжинкам какой-то дом очередной. Здесь у меня первые новости именно местные идут. На такой-то дороге сбили такого-то велосипедиста, ну, ладно, такие у нас тоже новости есть, потому что инфраструктура в данном случае была не качество, там, знак, который был не виден этому автомобилисту. Почему так произошло, идёт внутри газеты, кто виноват в этом, идёт навал на этих людей. Там выбраны все, там, шеф полиции, выборная должность, глава этого каунти, глава города, глава района конкретно, где я живу. И все дают комментарии какие-то по этому поводу, понимаешь? Они рассказывают, они просто отмалчиваются, типа, что я тут, я же тут крутой чувак, понимаешь? Все должны, все должны отчитываться постоянно, потому что они за ваши деньги живут, вы платите налоги. Я уже молчу о том, что здесь постоянно пишут, вот ваш доллар здесь работает, мы строим тут дорогу, потому что вы в таком-то налоге заплатили вот столько-то денег, процент, и этот процент идёт вот на эту дорогу вот здесь. Потому что любой может пойти и спросить, где налоги. Вы вообще знаете вот ваши налоги в России? Я не знал, где в Беларуси мои налоги нашли. Почему такие налоги? Куда они идут? Нету вообще никакой информации. Типа мы, блин, как будто мы обязаны, это какое-то крепостное право, знаешь, на десятину должны заплатить с какого-то хера. Почему? Я не хочу содержать этих мудаков, которые управляют Беларусью. Вообще никогда не хотел, потому что я не могу выбрать мудака от своего имени. Потому что я не мог никогда этого сделать. И в России никогда вы не можете этого сделать. Потому что там назначают каких-то мудаков. Системная оппозиция, несистемная. Так, ладно, всё. Я закончил, надо игру продолжить. Не, Лёш, так всё нормально. Просто не уходи в монолог, давай остановимся на дискуссии. Ну, дискутируй, дискутируй. Какое наследие у нас даёт жильё и довольство? Республиканское, по-моему. У вас прошло 21 год, Путин у власти. Почему вы до сих пор... Это я сейчас обращаюсь к комментаторам, которые мне приходят, рассказывают о том, что должна быть эволюция вместо революции. Вот у нас в Беларуси пытались сделать эволюцию, например, люди. Они подумали, что они сейчас проголосуют, и Лукашенко такой скажет, ну да, сейчас вот за меня 30% всего. А он им такой хопа и 80% написал. И люди такие, а так можно что ли было? И что, он и раньше, что ли, обманывал, получается? Лукашенко такой, а это пятая колонна, их с Польши и Ерманщины сказали им вот это вот всё делать. Там сидят кукловоды, которые всеми белорусами управляют. И просто всех разогнал дубинками. Вот вам эволюция. Никто не отдаст власть в постсоветском пространстве просто так. Никто и никогда. Я не знаю, ну у меня огромнейшие претензии к белорусской оппозиции тоже, потому что никто из них об этом не говорил просто. Они говорили, мы сейчас проголосуем, вот вы все увидите, что большинство против Лукашенко, и он уйдёт. Я говорил об этом, не знаю, за три месяца, за четыре, он вас пиздить будет. Просто в кровищу и поубивает людей. Он убивал до этого людей, он и поубивает дальше. Не, нафиг. Будем выходить на манифестации, ботиночки снимать, становиться на скамеечку. Я просто посмотрел опять, какой трэш был в Киеве, но только благодаря этому смели Януковича по-хорошему. Но с другой стороны, я как житель Беларуси, я понимаю белорусский менталитет. Почему такое происходит? Ну, то, что они уже дальше не простят, то есть этого не будет вот этих вот столкновений. Но то, что и как было раньше, и что он может изображать из себя правителя Беларуси, это точно не будет. Ну, это видно. Опять же, вы не знаете просто новостей, что происходит в Беларуси. В Беларуси людей задерживают за просто красно-белую одежду, если он идёт. Если у него красная есть, или что-то белое есть. Если у него на балконе висят полотенца какие-то, просто задерживают. Собирают штрафами, сейчас собирают кучу бабла, потому что не хватает. Просто выдают штрафы и сразу снимают со счетов. То есть у меня, например, все родственники просто сняли все деньги со счетов и держат в банках, закопали где-то в лесах. Это, наверное, смешно звучит, но это так, потому что у тебя просто забирают деньги с твоего счёта под видом какого-то штрафа очередного. Такой вот не фашизм, блин, абсолютно. Народ ничего не может сделать. Это конкретно на дубинках ОМОНа держится власть, которая собирает с себя деньги на своё прекрасное существование. То есть есть несколько людей на верхушке, которые уже никуда не денутся, потому что их судить надо. Их уже никто не простит, и они всячески издеваются над аронами. То же самое ждёт и Россию в будущем, потому что а куда вот денутся все эти кто там... Как их там зовут, я уже позабывал. Ну, там Путин, это всё понятно, всякие олигархи вот эти. Их же будут опять вешать на столбах, как в 17-м году было. Всех ловить и расстреливать вот этих, как было аристократии, а сейчас буржуазия новая. Притом та аристократия хотя бы сейчас какие-то поколения тут наворовали, наворовали вот буквально 30 лет назад. И из всех людей вместо того, чтобы изображать хоть какое-то смирение, делают говно всех вокруг. Я теперь понимаю, почему в России так левые идеи опять поднялись. Ну, потому что когда у людей куча бабок и они на тебя плюют, это вызывает классовое недовольство. Опять, короче, опять я... Слушайте, как бы это закончить? Просто когда ядерки. Да, кстати, у меня их уже три штуки. Спасибо. Ну, не надо заканчивать, не надо заканчивать. Не надо заканчивать. Из-за того, что все молчат, такая ситуация происходит в этих двух странах. Давай попробуем, дед. Да, не надо. Как-то начало запускать? Чуть я не пойму, это сбило или не сбило. Неплохо. не сбило. Ну, неплохо. Так, может, мне в подводные лодки выйти? Ну, что, если в атомные? А, давал одному месту как самолет. Так, подводные лодки. Потом, наверное, роботы, боботы. на сером фоне не будет видно, да, не кидайтесь. Он уже кинул. Я кроме Багдада, Дамаска и Холмса больше не вижу двух городов. Ну как, я не кинул, ты ее сбил. Да, война не объявилась. Ну, кстати. Ну, пока не долетать. Да, по механике, если не сбрасывается ядерка, то она не объявляется. Уйду в подлодку и пойду в персик кидать. Че мне? Так, а где у нас космопорта вообще? Нету. Я еще не открыл космопорт. Прикол. Данас, ты ждешь, что я на тебя нападу? Нет, не жду. А ты нападешь? Ну, ты тоже бы не кидаешь. А, подожди, а, блин, то я засыпаю просто. Сейчас кину. Ну, можно нажать от твоего хода. А, подожди, так у меня сейчас, сейчас, следующий ходом брошь. К сожалению, для меня и к счастью для тебя, у меня. Ну, как бы я знаю, и как бы у тебя 200 науки. А я тут не уже вышел, и ты меня уран, я бы разговаривал с тобой в другом ключе. Ну, а что ты не снес, Сулейман? Когда джонки вышел, мог бы снести, он же не очень много разгонялся. Во-первых, у меня до сих пор Сулейманом союз. Сулейман объявил войну детоним. Привет. Привет. салт-сулейманом. Сулейман, Продолжение следует... 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 Сейчас будут юнитами распускаться, видимо. Продолжение следует... 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 Это кризис, я не знаю, кто не участвовал А, ну вот, мы отказались Продолжение следует... 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 на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока!